Мы знаем, вы долго ждали это авто. Настоящий бестселлер российского рынка. И главное, таких машин уже много представлено на вторичке по весьма интересным ценам. Да, Lada Vesta уже исполнилось 5 лет, а значит самое время оценить ее надежность. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Ну что, разберем по косточкам детища Стива Матина и Бу Андерсона. Сборку седанов Lada Vesta на Ижевском автозаводе торжественно запустили 25 сентября 2015 года. Через два года ассортимент версий пополнился двумя универсалами – обычным и приподнятым с приставкой «Кросс». А весной 2018-го Lada вдобавок решила предложить «Кросс» версию седана. Еще через несколько месяцев появилась горячая Vesta Sport, которая из-за малого тиража и юного возраста останется за рамками этой программы. По ценам на вторички, вазовский флагман обыгрывает других бюджетников, вроде Hyundai Solaris или Volkswagen Polo Sedan. Так, сопоставимая по мощности и комплектации Vesta стоит минимум на 100 тысяч рублей дешевле своих конкурентов. Смотрите сами. Самый дешевый седан реально купить за 350 тысяч рублей, хотя за топовые предложения просят под миллион. Искать универсал имеет смысл, имея на руках не менее 550 тысяч. Понимая, что принципиально новая модель может оказаться достаточно сырой, АвтоВАЗ перестраховался. Первые покупатели Lada Vesta получили персональных менеджеров, которые консультировали владельцев по вопросам качества. Это действительно уникальная история. Зато завод получил канал для быстрого получения важной информации. А вместе с этим каналом и возможность оперативно реагировать на все запросы. С оперативностью все действительно вышло неплохо. Вот пример. У первых Vesta боковые стекла обрастали тонкими длинными царапинами. Как только это вскрылось, завод перешел на другие уплотнители. Кстати, благодаря этой программе салоны бэушных Vesta почти не скрипят. То, что детали интерьера издают посторонние звуки, заметили как раз первые хозяева. Поэтому на заводе молниеносно прописали курс лечения. Была доработана шумоизоляция, а у передней панели увеличено количество прокладок и креплений. И только вопрос попадания воды откуда-то из-под накладок боковых зеркал не решили по сей день. Из этой же серии проблем, не замеченных заводом. Концевик капота может подмерзать, и в салоне будет загораться плафон. Если магнитола вдруг собьется на непонятную абракадабру, ее придется отдавать на перепрошивку. А надумайте подключить iPhone по штатному Bluetooth протоколу, то ждите беды. Велик шанс того, что камера заднего вида отвалится. В общем, мультимедию нужно снабжать самым свежим софтом. Из того, что заводом было исправлено, перечислим обновленную комбинацию приборов, которая, наконец, правильно показывает остаток топлива. Кстати, у первых авто вдобавок потешно зависала стрелка спидометра. Плюсом на радость любителям тюнинга завод сменил прошивку блока бортовой электроники. До обновления попытка вставить в плафоны светодиодные лампочки вместо обычных заканчивалась всеобщим блокаутом. Но это мелочи, а главное – кузов, который не ржавеет. Хотя есть мнение, что внутренние полости кузова обработаны антикором не слишком тщательно, а значит, со временем там может поселиться ржавчина. Но проверить этот тезис, возможно, будет не ранее, чем через 3-4 года. Мы же считаем, что ржавых вес еще долго не увидим. За антикоррозионную защиту порогов стойка лонжеронов отвечают восковые составы, которыми обработаны внутренние полости. В свою очередь усилителем кузова и наружным панелем, за исключением крыши, полагается двухсторонняя оцинковка. А днище кузова защищено проверенной мастикой на основе битума, так как только она не боится агрессивных реагентов. Вообще, Веста здорово отличается от предыдущих моделей марки Lada. И именно детище Буандерсона стало первым автомобилем марки Lada, окраску которого наладили по технологиям Рено. Более того, для нее закупается прокат, у которого толщина защитного цинкового слоя больше, чем было принято раньше. В общем, ВАЗовский флагман не повторит судьбы десяток, которые гнили после третьей-четвертой зимы. Но идеализировать этот автомобиль, конечно, нельзя. Например, надо время от времени регулировать посадку крышки багажника. Иначе со временем она будет бить по бамперу, а облежшая кромка станет местом появления коррозии. В поворотнике, что расположены на корпусах зеркал, может попадать вода. Но если раньше для лечения приходилось покупать зеркала целиком, то сейчас светотехника продается отдельно. И помните, что капот нужно закрывать одним хлопком. Если дожимать крышку руками, на ней могут остаться вмятины. Закрывают список кузовных проблем облезающие эмблемы и личинка замка багажника, что может выскочить из своего посадочного места. Базовый мотор для Весты – 16-клапанный 1.6 отдачей 106 лошадиных сил. В нем присутствуют заслонки, которые регулируют длину коллектора. Несмотря на кажущуюся сложность, к этой системе пока не возникало никаких претензий. А вот система вентиляции картера выполнена неудачно. Несмотря на то, что у нас здесь другой мотор, на вазовских агрегатах они плюс-минус одинаковые. Ну так вот, первые симптомы. В пробке двигатель может неустойчиво работать, троить и терять тягу. В общем, готовьтесь искать подходящий вариант доработки. В том, что мотор ВАЗ-21129 проходит больше 300 тысяч километров пробега, нет никаких сомнений. Однако для пущего долголетия мы бы посоветовали уменьшить интервал замены масла до 10 тысяч. А ремень газораспределительного механизма обновлять не на 105, а на 70 тысячах километров пробега. Кстати, чем чище масло, тем дольше проживут гидрокомпенсаторы. Да-да, они здесь присутствуют. Еще один важный момент, касающийся смазки, ее расход на угар. Тем более, что Автоваз заложил расход до 700 миллилитров на каждую тысячу километров пробега. Однако у большинства машин он сохранится до следующей замены. А те, кто вынужден доливать масло, не скрывают, что любят крутить мотор до отсечки. На основе блока 1.6, не меняя высоту и диаметр цилиндров, инженеры сделали мотор на 200 кубиков больше. Для решения задачи пришлось применить другой коленвал, чтобы увеличить ход поршня. Также в этом моторе были установлены новые поршни и шатуны, а также внедрены были дополнительные каналы смазки и охлаждения. В итоге в тираж пошел двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Шатуны для мотора 1.8 были укорочены на 5 миллиметров. По идее, это должно спровоцировать более интенсивный износ шатуна поршневой группы. Однако на моторе ВАЗ-21179 этого пока еще замечено не было. Уже есть примеры машин, прошедших под 200 тысяч километров. Кстати, 179-й мотор стал первым ВАЗовским движком, где стоит фазорегулятор. И ему тоже нужно свежее качественное масло. Первые тиражи атмосферника так усердно подъедали масло, что временами из выхлопной трубы шел сизый дымок. Виновниками были признаны бракованные клапаны фирмы «Мали». Впрочем, всем жаловавшимся было предложено заменить головку блока цилиндров по гарантии. Вообще, у гарантийщиков поначалу было много работы. Долгое время новинка вазовских мотористов огорчала ощутимыми провалами при разгоне. С 2018 года мотор 1.8 получил новую топливную рампу. И провалы, по уверениям вазовских инженеров, исчезли. А еще многие дилеры тайком от автоваза ставят стороннюю прошивку, которая меняет алгоритм работы фазовращателя, убирая небольшие подергивания на 2000 оборотов в минуту. Из нерешенного остался лишь стучащий клапан адсорбера, а вот неудачный сепаратор вентиляции картера, обламывающиеся болты правой подушки двигателя и даже прогорающая гофра выпускного тракта – все это осталось в прошлом. Под занавес 2019 года появился еще один вариант с ниссановским мотором 1.6 и вариатором. Двигатель – атмосферный агрегат серии HR16, который знаком по множеству моделей концерна Renault-Nissan. До капремонта он выхаживает 300 тысяч километров, а цепной привод газораспределительного механизма не требует внимания годами. Изначально тольяттинцы сделали ставку на механику Renault GH3. Она оказалась на 20% дороже, но заметно тише вазовских аналогов. Впрочем, на завод сразу же посыпались рекламации по поводу нечеткого переключения передач. Но это всего лишь фамильная особенность, известная по другим моделям Renault. Другие приметы – это шумная работа, а также хруст при включении передачи заднего хода. А еще иногда встречается ранний выход из строя синхронизаторов. До переборки GH3 служит не меньше четверти миллиона километров, а чаще – все полмиллиона. Но при одном условии – несмотря на официальную необслуживаемость коробки, масло лучше менять каждые 60 тысяч километров пробега. Интересный нюанс. У французских коробок выжимной подшипник является частью рабочего цилиндра сцепления, поэтому стоит такая деталь немало, а замены может потребовать уже через 60-70 тысяч километров пробега. Кроме того, при прокачке системы есть немалый шанс обломать хилый пластиковый патрубок, на котором расположен штуцер. В общем, будьте предельно аккуратны. Осенью 2016-го вместо французского узла Автоваз начал ставить пятиступку ВАЗ-21807. Это усиленная версия того агрегата, что ставился и ставится на гранты, но рассчитанная на больший крутящий момент. Кроме того, новая версия по тишине обошла старую. Чтобы добиться этого результата, для производства деталей главной пары и второй передачи на заводе была установлена полностью новая оснастка. Это крепкая коробка, которая служит действительно долго. Но есть несколько примеров, когда сборщики плохо смазывали стыки герметиком, и пятиступка начинала терять масло. Также утечки смазки случались, когда механика теряла герметичность, казалось бы, без причины. В большинстве случаев за недугом скрывалась банальная невнимательность. Водитель прикладывался к корпусам агрегата на бездорожье, после чего и возникала вышеуказанная проблема. Кстати, со сменой трансмиссии Веста стала ускоряться до сотни на секунду быстрее, а максимальная скорость выросла на 13 км в час. Но и расход топлива поднялся. Притом не только по паспорту, но и в жизни. Кстати, роботизированная трансмиссия была создана из этой же пятиступенчатой коробки, к которой добавили актуаторы фирмы ZF. Это весьма примитивный робот с одним сцеплением. И если для легких Приоры, Гранты или Калины АМТ оказалась вполне реальной альтернативой классическому автомату, то для достаточно крупной Весты ВАЗовская разработка стала не самым подходящим приобретением. Во всяком случае, за рывки и пинки при переключениях ее не ругал только ленивый. Более или менее неплохо передачи стали переключаться только тогда, когда Автоваз внедрил прошивку 2.0. Переключения стали на треть быстрее. Кроме того, появились новые режимы. Первый – это ползучий, когда можно начинать движение, не нажимая на педаль газа, а просто отпустив педаль тормоза. И зимний – это когда старт происходит сразу со второй передачи. У машин, выпущенных до лета 2018 года, прошивка будет старой. И ее надо обязательно менять на новую. А вот софт под названием 3.0 – это продукт сторонних производителей и к Автовазу не имеет никакого отношения. Этот робот, не вызывавший шквалы нареканий на Приоре и Гранте, на Весте же стал причиной большого количества негативных отзывов. Отчасти из-за большей массы авто, а также из-за того, что машину обычно покупали жители крупных городов. И в пробках выяснилось, что сцепление может быстро перегреваться, а от этого изнашиваться. Причем подобное может происходить всего за 20-30 тысяч километров пробега. И если пришел черед замены диска, то вместо штатного валю лучше поставить изделие фирмы ЗАГС. И это еще не все напасти. У первых тиражей седана актуаторы часто меняли и за слишком шумные работы. В 2018 году изделия марки ZF стали буквально гореть на работе по причине некачественных разъемов. Кроме того, выяснилось, что робот не любит экстремально низких температур. Вплоть до того, что машина может либо не завестись, а если мотор и заведется, то автомобиль будет ехать только на третьей передаче. В чем же причина? Электромоторы расположены на месте механизма переключения передач, а также на конце вилки сцепления. Зимой на актуаторах оседает конденсат, который банально перемерзает. Кстати, стоимость исполнительных механизмов составляет более 50 тысяч рублей. С ниссановским мотором 1.6 устанавливается вариатор Джатка. Что касается надежности, то японский агрегат давно избавился от детских болезней. До первого ремонта машины обычно ходят 100-150 тысяч километров. Есть рекордсмены, прошедшие 250, а то и 300 тысяч. Но это если владелец каждые 60-80 тысяч километров менял рабочую жидкость. А вот чем автомобили «Лада» всегда славились, так это всеядной подвеской. И «Веста» не стало исключением. Хотя, как говорится, Москва не сразу строилась. Например, сначала при повороте руля во время дождя возникал неприятный скрип. Его вылечили, внедрив новые опоры передних пружин. Вместо стучащих стоек переднего стабилизатора появились новые. А резиновые подушки на верхних кронштейнах задних амортизаторов стали мягче. Кроме того, Автоваз божится, что уже давно заменил втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости на другие, чтобы избавить машину от неприятных звуков при больших ходах подвески. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. К рулевому управлению претензий по большому счету нет. Правда, электроусилитель отличается прогрессивной характеристикой. То есть на малых скоростях руль вращается легче, а при наборе скорости усилие возрастает. И некоторые владельцы этим недовольны. Но это уже дело вкуса. А вот то, что до 2017 года Автоваз не выпускал на рынок рулевые наконечники – огромный просчет. Людям предлагали покупать рулевую рейку целиком. К тормозам свои претензии. У суппорта именитой марки ТРВ поршень давит на основание колодки не всей поверхностью. В итоге колодки стаптываются клином, то есть неравномерно. И стаптываются очень быстро, так как накладки выполнены из очень мягкой смеси. Следовательно, вместо оригинальных колодок лучше выбрать другие. А оптимальный выбор подскажут форумы вестоводов. Что же у нас в итоге? Можно ли сэкономить, купив Весту вместо полоседана или Соляриса? Действительно можно. Но перед покупкой все же не поленитесь найти хорошего диагноста, чтобы сделать тщательную проверку всех узлов и агрегатов. Это была программа «Подержанные автомобили» и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор, поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи! Продолжение следует...